Во время рабочей поездки в Уссурийск губернатор Приморья проверил готовность образовательных учреждений города. В школе номер 6 Уссурийска идет установка модульного спортивного зала, в школе номер 22 ремонт кровли и фасада. Посмотрели как идет ремонт в 6-й и 22-й школе. Там сдается спортивный зал по нашей программе вместе с Минвостокразвития. Это важный объект, заасфальтирована территория. Учителя довольны, дети тоже. Появится дополнительная возможность различных активностей. Ну и в 22-й школе мы посмотрели, там идет капитальный ремонт. Выполняются сейчас работы по кровли. То есть работы идут в соответствии с графиком. Подрядчику там кое-какие недочеты были указаны. Думаю, что доделает. Ну и на следующий год школа должна быть сдана. Я уверен, что это будет сделано. К открытию готовится и школа номер 4, расположенная в здании объекте культурного наследия. А также строится школа на 1100 мест на улице Чечерина. В 4-й школе уже закончены все ремонтные работы. И здесь на Чечерина, Междуречье, возводится новый объект на 1100 мест. Современная школа, которая нужна. Здесь новый строящийся микрорайон. Подрядчик там где-то идет с задержкой сроков строительства из-за прошлогоднего затопления котлована. Но в целом, я думаю, что он сроки нагоняет и в 2025 году она будет сдана. Посетили и пострадавших в прошлом году из этой фуна Ханун детский сад номер 7. Для проведения капитального ремонта, приобретения, нового оборудования и благоустройства территории учреждения из краевого бюджета было направлено 150 миллионов рублей. На эти средства установили новые окна и двери, отремонтировали системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции, уложили новое половое покрытие. Кроме того, в саду отремонтировали бассейн, отштукатурили и покрасили стены и потолки. Все выделенные деньги, в общем-то, вложены очень продуктивно. То есть это те стенды интерактивные, полы, различные современные приспособления, которые позволяют детям интересно проводить время. Мы видим, что многие малыши на улице с удовольствием занимаются. Сад подготовлен, в саду имеется возможность получить первичные навыки плавания. Очень хороший педагогический состав, воспитатели, директор, человек целеустремленный. Но самое главное, что весь тот мрачный период, который был связан с затоплением, в прошлом году он уже остался в прошлом, ни следа на этом детском саду, который был наиболее пострадавшим из социальных объектов. Помимо образовательных учреждений, Олег Кожемяков во время рабочей поездки посмотрел два инициативных ТОСа и вместе с жителями посетил храм святителя Николая Чудотворца по случаю медового спаса. В храме прошло богослужение, посвященное освящению меда нового урожая. Региональная власть готова всячески поддерживать приморских пчеловодов и создавать комфортные условия для работы. Артём Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.